Китай разрушает стереотип о том, что модернизация – это обязательно вастернизация. Показав альтернативную модель, которая расширила пути, по которым развивающиеся страны могут идти к модернизации, Китай также предлагает решение для поиска человечеству лучшего общественного строя. Председатель КНР Си Динпин 7 февраля на открытии учебной сессии в партийной школе ЦК КПК подчеркнул важность правильного понимания и продвижения китайской модернизации. Одним из главных пунктов этой концепции является мирное развитие страны. Почему же китайская модернизация подчеркивает путь мирного развития? Китайская традиционная культура всегда была ориентирована внутрь, на развитие собственной цивилизации. У китайского народа никогда не было стремления к внешней экспансии. В самом начале своего основания КНР выдвинула пять принципов мирного сосуществования. А позже, в 1970-80-х годах, КНР заявила, что никогда не будет претендовать на гегемонию. За последние десятилетия Китай не раз подчеркивал важность пути мирного развития, а также выдвинул концепцию сообщества единой судьбы человечества. Западные страны со времен новой истории пытались превратить другие страны в свои колонии. Во время возвышения великих держав они прошли через территориальные экспансии и кровопролитные войны. Долгое время развитые страны оставались развитыми, а развивающиеся страны – развивающимися. Такую несправедливость было трудно изменить. С тех пор, как Китай направил свои первые сформированные миротворческие силы в апреле 1992 года, китайские «Голубые каски» приняли участие в 25 миротворческих операциях ООН и направили в общей сложности 50 тысяч офицеров и солдат. Сегодня они считаются ключевой силой в операциях по поддержанию мира. Китай – огромный рынок и важная часть международного сообщества. Китай может способствовать дальнейшей интеграции мира, а также привлечет больше талантов на этот большой рынок. Китайские реформы и открытость нуждаются в дальнейшей реализации, благодаря чему КНР будет создавать больше возможностей для других стран. Такие глобальные проекты, как «Пояс и путь», «ШОС», «ВРЭП» – все они воплощают данный принцип открытости Китая и его готовности продвигать и развивать отношения с другими странами. К настоящему моменту Китай подписал более 200 документов о сотрудничестве со 151 страной, и 32 международными организациями, касающихся строительства «Пояса и пути». Сотрудничество, указанное в этих документах, охватывает половину земного шара. На 20-м съезде КПК четко указано, что Китаю необходимо способствовать построению открытой мировой экономики и высококачественному развитию «Пояса и пути». Китай готов работать со всеми сторонами для содействия лучшему сопряжению инициативы «Пояс и путь» со стратегиями развития и инициативами регионального сотрудничества других стран, а также стремиться к достижению более широких и удобных связей для взаимной выгоды и пользы всех народов.